Ассаламу алейкум. Вы наверняка знаете этих нытиков. Им сложно жить, работы для них нет, и им не дают жить так, как они хотят. Кто? Да все вокруг. Нытики обосновались и на Кавказе. И пока одни создают свои предприятия, развивают туризм, работают, укрепляют положение религии у себя в домах, есть прослойка, которая не живется спокойно. Эта прослойка ищет врагов и пытается всех убедить, что нам очень нужна война в стране, а без нее жить спокойно не дают. Но когда их прямо спрашиваешь, какой из толпов ислама им не дают соблюдать, они начинают указывать пальцем на кого угодно, обвинять в своих несчастьях правительство, другие национальности и религии. Хотя практиковать ислам, следовать воле Аллаха Субханава Тааля, следовать сунне, как никогда легко. Хочешь изучать? Онлайн и офлайн школы, курсы, мадресе. Добраться из одной точки в другую – дело нескольких часов, когда еще полтора века назад хадж мог занять несколько месяцев. Есть бесплатные курсы по изучению таджвида, есть лекции в сети, есть комнаты для молитв, есть возможность исповедовать религию. Или нет? Или посмотрите, братья, на Китай. Там для мусульман созданы самые настоящие концлагеря. Самые настоящие концлагеря, где человека ломают и перевоспитывают. Именно воспитанием они называют то, что творят со своими заключенными. И вы уж точно не знали, что в Китае запрещено носить, как они выражаются, необычно длинные бороды. И называть детей именами. Вы только вслушайтесь, братья. Именами, поощряющими религиозный пыл. Аузбилля. Имена Мухаммад и Фатима находятся под запретом. Мусульмане официально не могут давать эти имена своим детям. Но вернемся к концлагерям. Их охраняют военные. Их местоположения скрываются и все они оснащены мощными системами безопасности и наблюдения. Но в сети вы можете найти немало репортажей, где показаны масштабы. Огромные здания. Тюрем таких масштабов нет ни в одной стране мира. По разным оценкам, количество людей, прошедших за последние несколько лет через лагеря перевоспитания, составляет более 1 миллиона человек. Миллион мусульман. Братья. А еще там недавно побывал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад ибн Салман аль Сауд. Он, цитирую, «высоко оценил общественную безопасность в Китае, а также поддержал используемые в этой стране меры по обеспечению безопасности», заявив, что Китай имеет право бороться с терроризмом. Тем временем в ООН уже более 20 стран признали, что Китай нарушает права человека и требует от него прекращения этого геноцида. В лагерях людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через воспитание, говорят, людей в лагерях подвергают пыткам. Китай гордится своей системой, объясняя ее успех тем, что в регионе уже три года нет терактов. Жителям региона также запрещено вмешиваться в свадьбы, похороны и процедуры наследования других людей, отказываться от радио и телевидения, распространять понятия халяль за пределы сферы еды. Китай официально заявил, они будут, цитата, «китайзировать религию». Субханаллах, как такое возможно? Сегодня, в современном мире, где из каждого утюга звучат слова о важности прав человека, видимо, возможно. Поэтому, когда вы ругаете свое положение, что якобы не можете следовать религии, постыдитесь перед братьями из Китая. Ассаламу алейкум.